В одной громадной малонаселенной области местные жители заболевают какой-то неизвестной болезнью и отдают Богу душу. А это грозит в скором времени якобы тем, что область может превратиться из малонаселенной в совсем не населенную. Привет! Это Камчатка. Впрочем, вы, наверное, меня не слышите. Поэтому маску я сниму. Привет! Это Камчатка с Александром Петровым. И пришла пора узнать страшную правду об эпидемии злого вируса, набросившегося на мягкое, белое, нежное тело Россиюшки. Здравствуй, Родина моя! Вышит знамя в звезям! И узнаем мы об этом из Камчатской прессы. Не знаю, нагнетает Камчатская пресса или нет, но, впрочем, слушайте. Иван Иванович каждый день сообщает мне новости одну печальнее другой. А именно о том, что в одной громадной малонаселенной области местные жители заболевают какой-то неизвестной болезнью и отдают Богу душу. А это грозит в скором времени якобы тем, что область может превратиться из малонаселенной в совсем ненаселенную. Тьфу на тебя! Насколько верны предположения Ивана Ивановича, судить не берусь. Он ведь фантазер ужасной, но, во всяком случае, по-видимому, дело серьезное. Вчера снова прибежал Иван Иванович и сразу же выпалил «Знаете, довольно странные и неизвестные болезни психического свойства начинают появляться и у нас в городе». Это была цитата из статьи, опубликованной 2 февраля в газете «Камчатский листок». Ах да, я забыл сказать, что эта газета вышла в свет 2 сентября 1917 года. Давайте продолжим наше увлекательное чтение. Иншалла! Один, например, очень умный человек не может видеть никого из людей. Кто как на кого посмотрит, так с ним сразу делается дурно. Хватается за перо и чернильницу и пишет несуразные вещи. Другой сельскохозяйственный субъект, чуть, говорят, не повесился из-за одной фермерской телки. Кстати, расскажу относительно этой телки. Недавно собрание ученых-мужей пришло к убеждению, что вылечить от всех болезней может лишь одна телка. Но какая? Вот в этом-то и весь вопрос. Один доказывал, что возраст этой особы должен быть телячий, детской. Другой, напротив, настаивал, что телка должна быть в полувзрослом состоянии, так сказать, юношеском, но девственница. А третий не имел ничего и против коровы. Это точно. Не знаю, чье мнение взяло верх, но на приискание такой чудодейственной избавительности были подняты на ноги подлежащие лица и учреждения. После долгих трудов, наконец, поиск увенчался успехом. Красивая телушка Милка, не думая ни о чем, спокойно проживала на какой-то ферме вдали от города. И начинала уже привлекать к себе влюбившегося в нее бычка Ваньку. Когда Милку привезли в город, она оказалась ужасной упрямицей. Прежде всего она ни за что не захотела взойти по лестнице наверх двухэтажного дома в приготовленную для нее комнату. Разумеется, она за это, как и следовало ожидать, достойным образом была наказана. Ее поместили где-то в конюшне. Теперь все взоры обывателей мысленно устреблены на Милку. Об ее здоровье справляются каждый день и даже ежедневно меряют температуру. Наконец-то вы узнали правду. А что вы думаете, закончил Иван Иванович свое повествование, Ведь многие великие открытия выходили у нас из бедных лачуг. Вполне возможно, что эта телка из конюшенной обстановки подарит нас открытием и спасет страну от вымирания. Но это не точно. Далее я уже не слушал болтовню Ивана Ивановича, Вполне уверившись в том, что он все сочиняет и ерундит. Как раз в это время, как только закончил болтовню Иван Иванович, Здание, где находились мы при сильном треске, накренило снабок. И я выплеснул на себя только что налито и стакан чаю. Где-то завыли собаки, оказывается, произошло сильное землетрясение. Все случившееся на меня так подействовало, что я долго не мог прийти в себя. Наконец решил при первой возможности уехать отсюда, из этого заколдованного места за три девять земель. Здесь пытаются провоцировать провокаторы. Правильно ли я хочу поступить или нет? Как вы думаете? Подпись под статьей «Приезжий». Напомню, это была публикация в газете «Камчатский листок» 2 февраля 1917 года. То есть уже тогда камчатская пресса задавалась вопросом, не превратится ли Камчатка из малонаселенной совсем в незеленную. А вы как думаете? Напишите об этом, пожалуйста, в комментарии под роликом. Теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки, если вам нравится узнавать от меня. И что-нибудь новенькое о старой Камчатке, и что-нибудь новенькое о Камчатке сегодняшней. Ежели же вы не хотите ничего знать, если вы ленивы и нелюбопытны, как писал Пушкин, ставьте дизлайки. Ежели вы в первый раз на моем канале и хотите в дальнейшем не пропускать новые ролики, то сейчас в правом нижнем углу кадра появится подсказка, которую я советую вам выполнить. Вот эта подсказка. Выполнили. Кнопка подписаться. Из красной стала серой. И в ней появилась надпись «Вы подписаны». Колокольчик нажат. Ай, молодцы! Ай, молодцы! Аплодирую вам! Теперь вы будете получать уведомления о новых роликах на моем канале. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!